Неоспоримый факт. Человек несет ответственность за всех, кто проживает на нашей планете. Однако порой забывает об этом в стремлении к бурному индустриальному развитию и собственному комфорту. Напоминать о том, что животный мир и в целом живая природа нуждаются в защите и сбережении, призван Всемирный день защиты животных, который во всем мире, в том числе и в России, отмечается 4 октября. Без ответственного подхода людей к другим существам они подвергаются огромному риску, будь то домашние питомцы или дикие животные. Перед вами обзор книг, где основными персонажами являются животные. Хилл Лофтинг. История доктора Дулитла. Доктор Дулитл – это добрый доктор, который живет в маленьком городке Падалби на болоте и лечит зверей. Историю его удивительной жизни и приключений ровно 100 лет назад рассказал английский писатель, а чуть позже переложил на русский язык Корней Иванович Чуковский. Впрочем, дедушка Корней многое изменил в этой истории. Кое-чем он решил молчать, а кое-что наоборот добавил от себя. Даже самого доктора у него зовут иначе – Айболит. Эта же книга британского писателя, изданная в 1920 году с его собственными иллюстрациями, первая книга из знаменитой серии о приключениях доктора Дулитла, доктора, который знает язык животных. Джон Дулитл, доктор медицины, живет со своей сестрой Сарой в небольшом городке Падалби на болоте. Он очень любит животных, и это приводит к тому, что он теряет свою клиентуру и беднеет. Но выучив язык животных с помощью своей попугаихи Полинезии, он успешно разворачивает ветеринарную практику, и популярность его среди животных распространяется по всему миру. Доктор предпринимает экспедицию в Африку, чтобы вылечить обезьян от эпидемии. Рэйчел Уэллс, кот по имени Алфи. Может ли кот изменить вашу жизнь? После смерти хозяйки Алфи оказался бездомным. В холодной ночи, на незнакомых улицах Лондона, голод и одиночество – вот что ожидало домашнего любимца, привыкшего к ласке и комфорту. Алфи мечтал снова почувствовать себя нужным и любимым, и не сидел сложа лапы. На пути к своей мечте он помог многим людям обрести веру в себя, встретить настоящую любовь и обрести верных друзей. Алфи – маленький хозяин большой улицы. Вики Майрон, Дьюи, кот из библиотеки, который потряс весь мир. Дьюи – читатель книг, библиотечный кот публичной библиотеки Спенсера, штата Йова. В январе 1988 года его бросили в ящик для возврата библиотечных книг, и библиотека усыновила его, а вскоре после этого он привлек внимание местных жителей своей историей. Вскоре его известность вышла на национальный и даже международный уровень, и он был показан в различных средствах массовой информации. Его история стала настолько известна, что после его смерти в декабре 2006 года его «Некролог» был опубликован более чем в 270 газетах по всему миру. Смотритель Дьюи, главный библиотекарь Вики Майрон, опубликовала книгу «О жизни кота» в 2008 году под названием «Дьюи – кот из маленькой библиотеки, который коснулся мира». Эта книга стала бестселлером документальной литературы New York Times и была переведена на множество языков, в том числе на русский. Михаил Самарский «Радуга для друга». Сашка потерял зрение в автокатастрофе, и теперь мир для него лишён красок и света, а сам он не может радоваться жизни. Больше не поиграешь в футбол с друзьями, не пойдёшь на занятия в родную школу, не увидишь лица родных. Когда перед глазами лишь тёмное пятно, таким же тёмным кажется и будущее. Но однажды на помощь мальчику приходит лабрадор по кличке Трисон из школы собак-повдырей. Вместе с ним Сашка учится жить заново, и вскоре на его лице опять появляется улыбка. И всё бы ничего, но однажды Трисона похищают. Верный пёс сделает всё возможное, чтобы вернуться к своему подопечному, ведь сейчас он нужен ему больше всего на свете. Юлия Бортновская, Медокс, Орлик. Это сборник, куда вошли 13 рассказов о разных животных, жизнь которых порой тесно связана с судьбами людей. Автор с большой теплотой и любовью пишет о братьях наших меньших, причём все рассказы основаны на реальных событиях. Здесь представлены истории про стрижа, попугая, лошадь, кабана, волка, оленя, ежа и других. Михаил Андреев, Васька. Васька – это повесть о беспородной лошади, написанная с большой теплотой и профессиональным знанием этих удивительных животных. История лошади тесно переплетается с судьбой главного героя повести – Вовки Васильева, который, несмотря на серьёзные жизненные испытания, обретает, в конце концов, не только четвероногого друга, но и настоящую любовь. Валерий Васькобойников. Девочка-мальчик-собака. Пятиклассник Антон с детства мечтает о собаке, но, похоже, его мечте не суждено сбыться. Антон и его мама живут в коммунальной квартире, и у одной из соседок аллергия на собак. И тут появляется прекрасный рыжий сеттер по кличке Буль. Это и чудо, и настоящее испытание. Буля нельзя привезти домой, приходится прятать его на даче, каждый день ездить за город на электричке, украдкой кормить, тайком гулять. И кто позаботится о сеттере, если Антон заболеет? На помощь придут друзья, о которых он и не подозревал. Чарльз Робертс. Рыжий лис. Это одно из самых известных произведений Робертса, в котором читатель познакомится не только с жизнью необычного лиса, но и встретиться с целым миром обитателей таежных лесов, узнать множество повадок и особенностей лисьего племени. Юный рыжий лис слишком рано понял, как сурова и опасна школа природы в диком лесу. С самого детства ему пришлось заботиться о своих братьях и сестрах, быть ловким и хитрым. Очень скоро в лесу никто не мог сравниться с ним в уме и отваге. Историю о необыкновенном уме лиса рассказывали многие, но лишь двое бывалых охотников имели право рассказать, что хорошо его знают. Они решили бросить вызов неуловимому лесному зверю, но никто не догадывался, чем это закончится. Даниэль Пиннак «Глаз волка». Одноглазый полярный волк заперт в клетке парижского зоопарка. Люди принесли ему столько зла, что он поклялся никогда больше не думать о них. Но мальчик по имени Африка, обладающий удивительным даром слушать и рассказывать истории, заставит волка взглянуть на мир другими глазами. «Глаз волка» – история встреч двух выживших, потерявших дом, существ, ищущих опору в новом мире, куда их забросила судьба. Всемирный день защиты животных касается не только диких, но и домашних животных, поскольку примеров жестокого обращения с ними в последние годы становится все больше. Россия прочно удерживает второе после США место в мире по численности домашних животных. В каждой третьей российской семье живут братья наши меньшие. Идею праздника поддерживают по всему миру, а более чем в 60 странах ежегодно организуются и проводятся различные мероприятия, посвященные этой дате. На сегодняшний день можно уверенно сказать, что жизнь животных находится в руках человечества, и мы должны приложить максимум усилий для сохранения животного мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok